Денис всегда мечтал о том, что однажды встретит девушку, которая будет понимать его с полуслова, что у них будут общие интересы и общие планы. И однажды сеть познакомила его с Олей. Денис был счастлив. С ней можно было разговаривать обо всём на свете. Каждое утро начиналось для меня с того, что я переписывался с Олей. Она красивый, светлый человек. И вот я захотел встретиться с ней. Я купил цветов и шёл на эту встречу, как на праздник. Я мечтал о том, что вот теперь-то мы наговоримся. Привет. Это тебе. Я рад, что мы наконец встретились. Погода сегодня прекрасная. Пойдём погуляем. В кино сходим. Или ещё что-нибудь придумаем. Оля застенчиво улыбнулась, откинула прядь волос. И тут Денис понял, почему она никогда не разговаривала с ним о музыке. Девушка указала ему на слуховой аппарат. Оля почти ничего не слышала. Я ошибся. Прости. Денис поспешил ретироваться. Ему было ужасно стыдно. Но иначе поступить он не мог. Я никогда не общался с глухими людьми. Вообще-то я не ожидал. Наверное, я испугался. Я понял, что я повёл себя очень некрасиво. Я решил исправить ситуацию. И в этом мне помог интернет. Сеть пришла ему на помощь. Она направила Дениса на сайты, где общаются люди с нарушениями слуха. Он упорно осваивал азбуку жестов. Мечтал, чтобы Оля поняла, как важно ему говорить с ней на одном языке. Несколько месяцев подряд я изучал жестовый язык. И, наконец, у меня стало что-то получаться. Я долго умолял Олю, чтобы она дала мне ещё один шанс. И, наконец, она согласилась. И я снова пошёл на свидание. Ольга встретила его настороженно. Денис тоже нервничал. Он не знал, сможет ли она простить его. В этот момент я понимал, либо у меня всё получится, либо нет. И я решился сделать то, что запланировал. И неожиданно Денис запел. Он пел для Ольги свою любимую песню. Пел руками, чтобы девушка поняла, о чём он её просит. Что бы ни случилось, дорогая, будь со мной. Сеть помогает соединиться людям, которые прежде никогда не смогли бы быть вместе. Сеть стирает любые барьеры в человеческих взаимоотношениях и дарит нам возможность любить друг друга, несмотря ни на что. Прости меня. Прости меня.